здравствуйте друзья мы с вами санта-круз в калифорнии вон там впереди туман такое облако это тихий это тихий океан мы сейчас подойдем посмотрим у нас гость сегодня на канале представляете привет друзья меня зовут дмитрий и так получилось что приезжал мимо да и вот получилось заехать замечательной семье в гости вы скажите вы из минска ехали куда я из минска ехал в калифорнию в целом я ехал на места силы я таким образом работаю и скажем просто вот дорога к океану она входила в маршрут поэтому на простом языке места силы это где что происходит это там где достаточно много энергии энергии позитивной приятной хорошей очень полезной для человека посещение таких мест она всегда отражается на нас ну мы это чувствуем физически то есть обычный русский человек он каждые выходные хочет выехать в лес и даже если он там будет пить курить и жать да все равно он после выходных чувствует себя раскрепощена вот я не я извиняюсь если в храм пойти там на молина это тоже место силы на самом деле да и единственное храм так или иначе особенно старых его ставят на каких-то холмах на старинных капище хороший сильном месте и храм в этом случае является просто трансформатором под свою программу то есть и там стоит программа христианство православие их так называемая энерго структура эгрегор и они энергию берут и запускают через свой фильтр но в то же время то что вот много народу вот вы эгрегор да значит все таки там люди они молятся их что-то объединяет они дают этому эгрегор они получают от этого эгрегора то есть кроме места как такового деятельность людей тоже существенно да и все-таки действительно сильно зависит от того что за храм где построен когда построен потому что если я буду сравнивать храмы в греции метеора вот эти вот знаменитый одно из таких чудес света современную рпц церковь которая ставит храмы по политическим соображениям без привязки к местам силы там неужели вообще просто трошак а как же а раньше ставили как при царе раньше ставили в местах которые достаточно сильные у меня возле дома в 50 метрах стоит церковь так церковь там стоит там памятный знак камень камень большой я часто просто снимаю трансляции когда люди начинают задавать вопросы что а истинная вера дать вам покажу истинную верю у меня стоит церковь и крупской иконы там какой-то там богоматери включая трансляцию иду стоит памятный большой камень написано здесь еще 16 века стоят храмы вначале деревянные потом они перестраивались до 19 веке построен большой каменный храм этот храм освящен алексием вторым там по-моему в 2007 году в скобках 7527 год от сотворения мира освящен и все ходите молитесь как игра теперь друзья мои расскажите как алексий второй освещал старинный храм который вот прям написано создан там 7527 лет тому сотворение мира как как но может быть он его просто как бы реконструкцию освещал да да конечно реконструкция но я потому что вот в таких местах да туда можно прийти там можно продышаться там можно почувствовать себя легче когда мы чувствуем себя легче когда мы чувствуем себя на волне позитива на волне вдохновения у нас все классно получается это на самом деле наверное главная но такая теория жизни когда нам классно когда нас прет и прут все дела у нас тут знаете что неподалеку есть идеально буддийское место и туда съезжаются люди со всей америки и там мы со сметой снимали там даже как там просто невероятного это ощущение ты когда ходишь и там какие-то пагоды и какие-то монахи и все такое но вот сама сама по себе место удивительно а такой вопрос я вам задам все-таки белоруссия это такое место где очень много должно быть истории всякой со времен вот языческой культуры там ведической они тоже ставили свои какие-то но культовые сооружения в таких местах ну скажем силы да или или то есть они чувствовали были люди которые ну ощущали свои специалисты на сегодняшний день ну то есть архитектура это серьезная область нужны специалисты я уверен я не просто уверен существует так существует книга еще царская воинские учения царской армии и там один из разделов касаем касается поиска мест силы и как ставить там лагерь потому что в таких местах запитаться энергией люди восстанавливаются в два в три раза быстрее и они всегда находятся в тонусе это это было естественно просто на сегодняшний день мы настолько ушли в техногенность что просто позабыли некоторую внутреннюю суть когда-то наши предки могли могли по следу ходить по запаху понимаете а вы утратили эту способность ушли в техногенность поэтому да в беларуси очень много таких мест в беларуси очень много городе люди ценят вообще это дело которые там живут или они даже не на самом деле да постепенно где-то интуитивно но какой-то городище землю вокруг выкупают подстраивают коттеджики живут грязь и в италии в италии я помню мы со светлого там были пару лет назад и вот это совершенно невероятное ощущение когда ты едешь просто по дороге и каждый там 15-20 минут какой-то городок ну там небольшой то может там 5-7 тысяч населения и поэтому этот городок там 16 век там ваш 15 век и вот они один за одним и просто люди живут вот в тех же самых томатской которые стоят с тех пор каменная вот эта архитектура и они там и живут и они я думаю боже они же они же как вот неужели они чувствуют и даже просто замыленный взгляд мне девочка говорит ты что-то из калифорнии приехал там продавщица и куда ой говорит если б я жила в калифорнии я бы никуда оттуда не уезжала говорит она живя понимаешь в таком месте где в любую сторону пойдешь там по 600 по 700 лет города до традиции опять же там больше культурные аспекты когда в германии в маленьком маленьком городке был под кельном там старая ратуша стоит 1400 там пятый год что-то там такой до до открытия там америки что-то что-то такое или до высадки кортеса ордана кортеса фантастика и там деревянные колонны и до сих пор стоят не сгнили до не не с вот но вот она очень старая но вот еще и действующие такие места которые накапливают энергию которые накапливают энергию не просто созидания культуры и ценностей нашей наших предков это все но лишь способствует но дальнейшему росту дальнейшему развитию мы можем машины пожарные красивые мы можем наблюдать просто потому как коммунисты решили стереть все что было после них по почти ничего не осталось и как тяжело нам что-то создавать новое а вот например такой вопрос раз уж вы так про коммунистов и про новое храм христа спасителя в москве я не знаю вы видели его или нет я видел но издалека и очень давно хорошо да я когда там жил так на этом месте стоял бассейн москва а потом уже бассейн засыпали и уже восстановили храм христа спасителя ну как могли восстановить я надеюсь что это как бы хорошо восстановили точки зрения вот энергии такого места энергетики вот наверное когда-то это было такое место силы да я я подозреваю вот сейчас после того как допустим старое снесли новое поставили скажу так будет работать конечно же будет вместо самого да да этот храм если его построили грамотно если заложили правильные камни построили по принципам сакральной геометрии если есть такая геометрия типа феншуя они тут такие если его правильно включили в энергосистему в которой он должен работать ну то есть православие он будет работать почему мавзолей это зикурат конкретный зикурат поставлены посреди самого центра огромного государства зикурат это как ну это курган грубо говоря да курган то да да который носит естественно культовое значение и достаточно энергетическое да вообще могу сказать что очень созидательное удивительно что сталин все-таки будучи выпускником религиозного учебного заведения да как-то вот так его подвигло на мавзолей это все структуры позволяющие так или иначе иметь контроль над энергетика всего государства я бы так сказал хорошо мы находимся где в соединенных штатов ваш город вашингтон это просто я не знаю это просто инструкция по эзотерике правда конечно я не прочувствовал а где там я там не был то что скажем так видно даже по картам вся его структура улицы обелиски это все с точки зрения инженерии не должно иметь какого-либо смысла но люди строили грамотные и они все это вложили так что пентагон почему он такой формы и так далее ну хорошо давайте мы в прикладную куда ударимся эту эзотерику так назовем магию сейчас такой момент ответственный многие зрители нашего канала а вы что же зритель да вот и ноги зрители нашего канала смотрите я так немножко отвлекусь вон они там на волне смотрите сколько их там как букашечки вы видите серферы видно нет конечно потрясно так вот зрители заполняют если вы зрителя потенциальные вы даже у вас есть шанс вместе с нами тут погулять потом значит заполнять заявку форму для участия в лотереи green card и с точки зрения вот как бы ну энергии которые нам помогают которые нас может быть предостерегают которые сдвигают как помочь пространство до событий в нашу сторону я можете я себя неграмотно выражаюсь но вот как помочь да знаете практически но так чтобы так чтобы человек который далекий от этого мог легко воспользоваться окей смотрите друзья ну мы некоторые биологический организм который живет ну за счет энергии энергию мы килокалории там считаем то есть странное такое существо и в том числе нам нужна энергия из пространства так вот ее для того чтобы ваши мысли визуализировались если вы смотрели фильм секрет который обещает что вы визуализируйте и миллион вы себе сфизуализировать вот у нас он у вас появится непонятно каким образом но не у всех это получилось так нет нет надо уметь надо уметь и для этого должно быть достаточно вашей энергии вы энергетически наполнены тогда когда вы находитесь в состоянии вдохновения когда вам реально классно и кажется что вот душа в области там солнечного сплетения она просто поет найдите состояние в котором вам классно так в этом состоянии так называемое эталонное состояние в некоторых школах они говорят вот хорошие хорошее понятие в этом состоянии и заполняете и думаете про это и представляете скажем так визуализировать вы это сделали и отпустили если у вас состояние не соответствует этому эталонному темы мы за полу вот этой вот лотереи вы не касаетесь во первых чтобы не создать избыточный потенциал энергии потому что тогда непонятно в какую сторону это все пойдет во вторых не нарушить гармонию энергии созидательной которая наполнил скажем так которая направляется в тему лотереи не лучше оставить ее вот такой вот хороший лучше оставить ее позитроны представьте если вы только будете наполнить эту тему хорошей энергией что будет ну как бы вот-вот просто по вашим ощущениям то есть место ажиотажа нервного вот так позитив спокойный добрый то и как быть вот например с тем что советуют снять сверх важность до с этого дела тем чтобы там скажем подумать о других путях возможно если он там хочет эмигрировать может быть подумать о том что он кроме лотереи еще что-то может сделать это поможет как бы вот не так правильно и говорите на самом деле нету я-то по слухам а вы как бы прям оттуда из мест силы так вы уже тогда прямо это авторитетно когда когда создается избыточный потенциал например где например в атмосфере образуется шторм то есть это энергия этот избыточный потенциал он взрывается он притягивает себе все в том числе не нужная вам поэтому пожалуйста как только вы чувствуете чтобы именно по ощущениям много думаете об этом либо вы думаете позитивно-позитивно-позитивно и как бы ну блин я же позитивно думаю ну вот тут где же но нет друзья это не то самое талонное состояние все отпустили просто переключились на что-то у вас миллион бытовых вопросов у вас есть какие-то дела еще лучше если вы вместе с этим не будете зашориваться маленькой коммунал какому коммунальной квартирки и думать что это вот не единственный способ расширяете просто свое мировосприятие это очень классно помогает именно в поиске талонного состояния на сегодняшний день у нас есть instagram у нас есть facebook эти социальные сети позволяют найти какую-нибудь точку и посмотреть там прямые трансляции а вот вас как найти например в фейсбуке где или где вас лучше найти меня можно найти в инстаграме в контакте а как вас как вас найти я дмитрий никулин создатель потрясающего и где-то в чем-то эталонного проекта по созданию артефактов силы то есть я приехал в калифорнию лес секвой а в ясимити для того чтобы создавать энергетические артефакты которые ну нам немножко помогают а может быть и не немножко потому что я в принципе нахожусь здесь калифорнии и если это так значит она работает такой вопрос может быть знаете из какой области очень часто люди говорят а чего мне куда-то ехать вот я тут родился я тут пригодился или мне и тут хорошо а что я поеду там я не знаю чего но вот с точки зрения например ну грубо хорошее место вот человек живет где-то может так быть что он живет где-то место погано и допустим как бы ты там не жил а правильнее было бы оттуда валить вот так можно сказать правда она как понять какое такое место злое что из него надо валить как для себя решить вы не растете когда вы чувствуете где-то просто опять же в глубине души что ваша жизнь проходит даром и что на самом деле вы не реализовывайте себя а вот такой вопрос вот человек он доволен я например сам по себе я люблю жить и жить прямо сегодня то есть я могу подумать о завтрашнем дне но мне это не так важно мне важно сегодня вот сегодня допустим мы пошли там с друзьями мы пошли по пиву мы поехали в лес там сделали шашлычки потом мы пошли в баньку потом мы посмотрели там кино туда-сюда потом с ребенком там зоопарк сходили и вот эта жизнь и это жизнь как бы миллионов они они так все живут но кто там смотрит на 10 лет вперед и мне в этом смысле хорошо дальше приходит миша портнов и говорит ты понимаешь тебе сегодня хорошо но жизнь твоя проходит даром потому что ты каждый день получаешь удовольствие но не растешь как как вот быть дело в том что города и повседневная жизнь и в принципе но энерго структура городов вот откуда мы мы с вами да я не имею ввиду калифорнию да она создана для того чтобы мы становились лишь маленькими винтиками системы то есть в селе в селе лучше в селе по энергетике лучше но я сейчас про что наша жизнь приобретает просто эффект белки в колесе и мы перестаем даже осознавать возможность того что в мире можно все да мы посмотрим какой-нибудь мотивирующий фильм и такие вау и нас хватит на три дня да и потом это постепенно уходит 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 что я хотел сказать откройте прямую трансляцию например вот из санта круз тогда когда здесь закат кто-то будет ее снимать и там сидя у себя но я могу снять я снимал просто это не фильм вы сможете посмотреть как обычный человек который пришел просто вот на берег тихого океана снимать если вы чувствуете что внутри начинаешь что-то отзываться что-то ёкать так дайте себе шанс это развить это прочувствовать откройте еще мир гигантский гигантский он никогда не заканчивается новостями по телевизору и тому что надо вот идти в школу отправлять детей вот так вот так это просто система которая удобна так чтобы мы жили я тоже так жил но нашел в себя когда-то силы начать мечтать и не придавать мечту и вот за два года как бы я достаточно серьезно изменился жизнь я здесь не живу но я не возможность легко скажем так сюда приезжать получать это но от этого удовольствие знакомиться с интересными знаменитыми людьми и это совершенно нормально ну а вот как быть допустим чек смотрит ну я я хорошо себя представляю как вы например в ссср жили и там была передача такая клуб кинопутешественников тогда путешествовать можно было только в кино ну или по ссср что тоже неплохо кстати ссср был замечательным местом для путешествий но вот клуб кинопутешественников и там тебе про африку покажут и про гондурас и про карибы там все на свете до хорошие собаки прошли так вот значит и я у меня кликает я всюду хочу я до сих пор жадный до путешествий вот сколько лет прошло могу сюда поехать а все все хочется сразу везде побывать но вот как с этим кликом но если у меня тут кликает и там кликает и здесь кликает мир кликает пустыня аризонская вот когда кактусы какие-то я думаю ехали по кактусам ну немножко я когда эти кактусы у меня было ощущение что я вот родина моя играть и мне с тех пор хочется вот какую-нибудь шапку такой ковбойскую эти боты вот эти вот ковбойские кожаные там типа как из змеиные люди красавец красавец вот и я думаю ну я же не имею отношения к аризоне к пустыне там ну что это такое как быть вот если всюду кликает а что если мы реализуя себя притягивая но при приближаясь к тому что нас так тянет до собираем себя по кусочкам человек который сделал то что он хотел так вот хочет он вот мороженое какую-нибудь необычного чеснокопец да так как хочет и он его нашел и съел да дальше открывается новая перспектива да он становится чуть-чуть вот на долю процентов процентов более комплексным больше более собой ну я скажу так может быть какая-то пробка снимается вот я когда на канале там чего-нибудь философствую я говорю что если у тебя есть завиральная какая-нибудь идея то самое лучшее что с тобой может произойти это дать ей осуществиться потому что когда она осуществится и скажет вот какая фигня и ты легко пойдешь дальше а если ты имеешь завиральную идею и она тебя все время тянет назад и ты все время неудовлетворенный и воду их было бы там вот я бы сейчас вот этим занялся и и не в него шить и вперед у нас модно говорить закрыть гештальт гештальт хорошо что-то что-то вот то что постоянно вот внутри и вот она то состояние так и да и чуть-чуть меня расти будет конечно к сожалению вот мы живем в двадцать первом веке реальный век технологий все по-другой но мы заходим интернет лайкаем котика в лучшем случае вместо того чтобы взять и попробовать попробовать что-то сделать ну и с точки зрения энергетики конечно вы входите в правильное состояние а вот с точки зрения не начинаете энергетические предметы ну-ка пошли посмотрим смотрите как на солнышке светится кристалл кайс кристалл кварц хорошо грязный капец так это розовый кварц да но он действительно такой ну слегка вот эта часть они но я не могу понять черепа у него смотри очень мало ли мексика рядом маленькие черепа хрустальные черепа за которыми че чужой вот хороший вроде камень смотри какой аризона аризона как раз это не камень это окаменевшие дерево петри файт вот так и ой окаменевшие дерево да хорошие прямо тянет к нему эти предметы здесь много кварца здесь я бы сказал так это классика талисманов классика талисманов когда они заряжены просто вот энергии земли энергии земли немножко намерением человека но намерение то тут то что люди как бы не образованные называют магией то есть когда мы что-то вот воду как раньше там на деревне заговаривали да да и всего лишь создавали внутри намерения и превращали ее в звуковую вибрацию таким образом создавая действие намерение это наши мысли форма внутреннее состояние и сразу действие вы никогда не найдете себе новую работу если вы даже на нее настроитесь но не начнете ее искать не нет не поднимитесь с дивана вот вот в этом можно сказать вся магия жизни и вот здесь как бы это приятные вещи ну на самом деле здорово первая такая лавка и они хотя бы вот энергетические фонят насколько они будут полезны я бы не сказал потому что это усилить это батарейка батарейка заканчивается дальше она ну просто просто не нужно ее надо чистить вот например пропевание мантр когда я я на самом деле когда познакомился с тем что вот мантры и как их при этом пропевали их на курсе на курсе по эзотерике и я я не то ли правильно то ли не правильно но у меня это ассоциировалось например с тем как например батюшка там в церкви да вот он к этому словами да миром господу богу помолимся но ведь он же как это произносит миром господу богу помолим он пропевает вот эти самые мантры фактически и даже на эту восточную молитву в мечетях это похоже они все это делают на одной чистоте тогда да и пошел сигнал миром господу богу помолимся очень забавно это здесь и петь молитвы ну правда так рус ну вот ну да но вот идет какая-то подзарядка в этот момент вот допустим он там среди камней находится или скажем вода да в купели там или в какой-то церковной посуде серебряный идет под зарядка же вопрос сложный сейчас его постараюсь раскрыть во первых я не видел ни одного человека у нас в беларуси почему-то вот это вот направление не славяно-арийского вот такого вот ведичество индийского она почему-то стала очень популярным но я не видел ни одного человека который не славянское ведичество да не снова веды индийский а вот я не встречал ни одного человека который слушал бы мантры либо белых и стал богатым потому что мантр на богатство на изобилие как это вот еще любит говорить за множество но почему-то эта вибрация не создала человеку ну то чтобы а я таких людей просто лично знаю чтобы там через год через два он приехал на новом дорогом автомобиле может быть и состояние не самое главное жизни я не знаю для счастья там для для гармонии с миром вот и это немножко ближе к тому потому что конечно но вот эта вот тема буддизма ладно хорошо как это лучше раскрыть через диска и пропевание через вот это создание определенной вибрации которая нас выводит в состоянии духа в состоянии транса в этом трансе уже можно делать много это вы включили телевизор вы включили что дальше я понял то есть это как всякий ритуал который полезен тем что позволяет тебя включиться и как бы в этом не будет выводить пример вы вы пришли в храм вы чего-то хотите да вы должны вначале включиться вы пропели молитву хорошо дальше вы подошли к иконе и начинаете говорить недостаточно по икона это портал поэтому скайпу надо еще позвонить вы начинаете обращаться и входите вот в это вот трансовое состояние и уже в нем можно чего-то постепенно постепенно добиться то есть просто современные религии они приобрели очень такой яркий культ карго потрясающий пример карго культ так это что такое когда-то во время второй мировой войны на медвейских островах американцы организовали склад для того чтобы перебрасывать войска дальше к японии и они не учли тот факт что на одном из этих маленьких островков жили папуасы ну вот сорок там какой-то четвертый наверно вот это он шумит красненький вот этот так душу бы продался и еще воняет захлоплен газом сорок четвертый год живут папуасы тут прилетели боги на летающих машинах спустились у них изобилие еды им же папуасам сложно ее добывать ну да у них возник культ самолета у них возник культ самолета шаман обращался вызывал богов он одевал два кокоса себе как наушники на голову они мужчины брали палки и пародировали маршировали вокруг этого культа самолета которую они делали из соломы во многом современная религия точно такая же то есть ритуал просто это просто ритуал в котором иногда остаются какие-то элементы рабочие да 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 такие антенки и маячки какие-то рабочие технологии остаются но в очень маленьких таких вот элементах есть самый классный волшебник не около тесла который не вводил это в состояние танцев с бубнами но он делал невероятные вещи потому что он опирался больше на технологичность но в принципе то же самое я стараюсь делать в своих технологиях своей работе то есть есть конкретно технологии энергии у человека есть душа так или иначе если нет то как бы то все печально тут вероятно после смерти будет кладбище и похороны все на этом все вопросов черный экран даже титров нету то есть так или иначе мы все говорим ну в любом языке есть понятие души там духа предков дух призрак и пушкина друзья прекрасен наш союз он как душа не разделим и вечен мне поднять тему вечно ли душа на пушкин вот наверно ему кто-то рассказывал так он же не сам да ну хорошо ладно значит так такие понятия как душа ну ну очень естественно просто почему-то вот современное такое течение людей не знаю там анти-теосовская она абсолютно скажем так нет вот вот мы материальные ну хорошо материальные не все так просто у нас просто в языке существует столько понятий которые вот совсем по велодорожки тут прокасаются той темы которая сейчас набирает популярность а ведь еще начале двадцатого века наш гений гурджиев который преподавал психологию так это психология но от эзотерики ничем не отличался сегодня если брать в пример нлп нлп там вот который 5 ступени это чистая эзотерика ну хорошо хорошо вы же мы не против мы так просто норовим в контексте green card лотереи какую-то пользу у нас канал полезный слушайте а вот скажите с точки зрения того что вы с женой уже целый год смотрите наш канал кто больше вы или жена я вы вы что находите у нас на канале потому что я разных людей вижу и они по-разному совершенно отвечают на этот вопрос вот вы вы вышли я вам скажу еще одну вещь вот мне иногда говорят самое интересное это когда вы просто идете там по дороге как мы сейчас и болтаете или едете в машине и просто болтаете казалось бы ни о чем но вот в этом разговоре ни о чем чего-то они такое там находят что мне трудно понять что вот в другом месте они не нашли они что-то для себя поняли словить inside я бы сказал что на данном канале но лично я для себя нахожу это отражение политической ситуации экономической притом ее картина в такой интерпретации которая понятна нашему человеку просто открыть новостной канал и прочитать там статистику и просто свихнуться потому что я не знаю нашему человеку даже сайт американский открыть уже сложно он другой по навигации другой просто по восприятию но но понятно же что я субъективно отражаю я вот там смотрю как смотрю я я же не могу объективно сказать весь мир субъективен но вот это вот этот субъективизм жесткий такой немножко где-то старый русской школы советской жестко бы сказал на советской но он он такой вот просто гряза правда матка и это по-своему цепляет это по-своему цепляет потому что открываешь канал так хочешь узнать на понравится тебе это не понравится но вот вот как оно возможно есть опять же модно мое субъективное мнение раз и все посмотрел окей можно дальше открыть какую-нибудь канал там где она все позитивно классно мы сегодня под пальмами ну и что дальше но может быть пропад пальмами человек с другим запросам будет смотреть которому прямо сейчас нужно какой-то позитивчик для настроения там может быть развлеку какая вот я помню мы со света и смотрели несколько выпусков фабрики звезд и там ну молодые ребята да их тренируют асы тренируют на то как надо вот произвести впечатление на эстраду и они говорят чем ты сегодня вот ты сегодня вышел чем ты сегодня удивишь каждый раз когда ты выжил ты должен удивить если ты перестал удивлять ты сошел с эстрады ты не нужен никому больше ты должен сегодня удивить то есть это профессия ремесло удивлять искусство удивлять нам 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 тоже нужно удивлять вот что мы должны бороться за удивлять купили или не надо ну скажем там ведь артисты артист их задача сделать зрелище зрелищную феерию какую-то которая будет вызывать эмоции да но что если нам взять этот принцип как жизненный быть вот завтра ну как бы лучше чем сегодня то есть постоянно как и надо как еще нет но лучше это лучше а лучше а удивлять того кто заплатил за билет это немножко другое ну то есть может быть она удивлять ведь можно не не шоу а удивлять можно новыми инсайтами при том ну то есть человек который смотрит он для берет что-то для себя ценное это может быть самая рядовая беседа но это общее информационное поле это то зачем люди например смотрят канал трансформатор который нифига не про бизнес нифига не учит но они ловят какие-то моменты форматы это что вдохновляет дмитрий портнягин самый знаменитый бизнес канал на ю тубе правда он в мест недавно приезжал он очень популярен но я в какой-то момент немножко рассчитывался потому что это шоу это просто шоу вот эти все выпуски эти все какие-то там встречи съемки бэкстейджи это просто ну показуха немножко скажем так разобраться в ситуации и становится понятно что чему для того чтобы создавать дело для того чтобы быть лучшим вот этот мотиватор такой да да он реализовать мечты надо просто постоянно работать на собой но можно вдохновляться для следующего шага где-то не брать как пример вы знаете что вот я в этом смысле похоже отношусь к роберту киесаки потому что если механически следовать тем рекомендациям которые он дает то мягко может хочу это бред и не не будучи большим философом можно сказать что он противоречит себе каждым вторым словом то есть он что-то говорит и тут же сам себе противоречит поэтому но он и не претендует на то чтобы дать рекомендации он претендует на то чтобы завести он он заводит ты начинаешь думать если есть чем думать если ты хочешь думать ты начнешь думать если ты скажешь вот он сказал я пошел делать то что он сказал слушай так уже много лет прошло может она и тогда так не работала может быть там сковородка была в штанах а ты не заметил думал там он сидит на иголках и не чувствует такой зад у него мощный поэтому то есть видимо вот это похожая ситуация то есть он заставляет людей задуматься загореться дальше движение у каждого начинается свое поэтому я считаю что данный канал как его правильно на русском из вас голос кремниевой долины да вот хотите поменять свою жизнь хотите идти к своей мечте ну который так или иначе связано с кремниевой долиной здесь про дело он здесь про конкретное что-то не 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 просто разглагольствование там вот здесь красиво здесь хорошо сосредоточено экономическая ситуация недвижимость какие-то моменты там их нравы как как вот здесь как вот пошли вот сюда зайдем потом развернемся марина могилка пару месяцев назад открыла канал а это наш подружка мы и очень любим и мамы и с мамой и и дружим и вот значит марина могилка она сделала новый канал пару месяцев назад вот сюда мы как ты который называется silicon valley girl если у меня silicon valley voice то у нее silicon valley girl но у нас теперь как бы получается . каналы побратимы так можно сказать вот как есть города побратимы да куда ну мы сейчас друзья я хотел вам показать вот эту структуру невероятную вы не посмотрите сколько народных денег угрохано в это во все сегодня еще неплохо вот то черненькое что вы там видите во первых его мало во вторых она не воняет уже обычно когда сюда придешь вот как-то сюда заносит очень много этих водоросводов если они высыпают и тут довольно жутко воняет а вот такой у нас тут поворотный пункт ну давайте мы тогда пойдем может быть давайте еще сюда отойдем светлана говорит давай на другую площадку зайдем и может быть мы тогда двинемся в обратном направлении так двинемся в обратно хорошо ой хорошо тут тенечек хорошо хорошо а вот в точке зрения этих самых мест силы тут как вообще ну тут может быть не место силы но все равно в целом хорошая энергетика там я не знаю что энергия конечно идет от воды тем более волны такие она вот наступает я уверен что вот в этих нишах там где ну треугольники от гор до образуется там энергия с моря с океана она будет немножко резонировать и ну создавать особенный потенциал поэтому если там сесть и просто расслабиться будет хорошо например в тибет люди ходят на так называемое зеркало мира как раз таки на гигантский резонатор такое скала обычно но она похожа на такое вогнутое зеркало именно для того чтобы получить более концентрированную энергию там постичь и цен но вопрос как бы в том что зен постигнет тот кто к этому немножко готов либо делать это более технологично а постигнув зен он что потом я думаю что это но общая фраза но на самом деле когда мы себя начинаем осознавать просто в моменте здесь и сейчас когда мы отдаем себе отчет что мы сейчас делаем когда мы перестаем жить на автомате когда мы просто наши решения они даются более легко то есть мы становимся очень волевыми есть осознание так я сегодня не так хорош мне надо подтянуть иностранные языки да и сразу переходишь к какому-то действию и сразу чувствуешь где сильные стороны где плохие стороны где нужные люди рядом с тобой где ненужные и таким образом вот в состоянии осознанности можно очень здорово строить свою жизнь и просто даже носом самосовершенствоваться вот это он и зен и то есть но там потому что так состояние осознанности находится в нейтральном состоянии когда мы находимся в эйфории мы в том числе склонны делать какие-то поспешные решения права мы находимся в апатии то же самое поэтому этот цен это состояние силы это осознанность оно все просто разные названия но это очень близко к единому ядру хорошо дмитрий давайте так мы с вами на самом деле ограничены там тем что я снимаю и я подразумеваю что какое-то количество людей захотят побольше на эту тему а какое-то ска начнут дислайки ставить или отписываться вот но если они хотят побольше им просто вас поискать в фейсбуке там или как вас мы можем сделать так что мы ставим ссылки просто под этим видео так на мои основные основные страницы можно отличную страницу очень хорошо я путешествую рассказываю про место силы право то как я ощущаю жизнь про то как достигать в ней собственно того чего вы хотите и какие-то рабочие страницы там где создаем вот такие вот интересные амулеты видно тут его амулет ну деревяшечки такие с картинками нет они немножко с картинками и светится в темноте каждая из них за что-то отвечает да и и они собственно работают автономно они помогают это технологии которые создавались на протяжении двух лет сотни 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 людей не пользуются и пока довольны хорошо ладно а только на руке у вас или еще где то есть там на шее амулетика нету нету я очень не любитель что-либо носить и скажем так это это единственное что я ношу с собой есть еще артефакты духе помощники вот он у меня просто в рюкзаке спрятан это такая тема уже для лично мне кажется что для многих людей наших соотечественников так в широком смысле по советскому союзу бывшему духом помощником сейчас является владимир владимирович да я просто не хочу поднимать острую тему просто когда человек открыт да он с удовольствием найдет какую-то информацию когда человек просто резко на что-то реагирует ну ребят как бы не открыт просто задумайтесь насколько вы открыты новой жизни потому что здесь есть люди которые как которые тоже могут кого-то не устраивать но лояльность открытость принятие это то что позволяет жить и созидать ну в общем да в этом в этом смысле я искать что вот я например с большой симпатией отношусь практически вот ко всем религиям основным там и так далее но что меня очень огорчает то что в какие-то моменты своего развития эти религии вместо того чтобы усиливать народ нацию и сознание через принятие и толерантность они начинают делать совершенно обратно тем самым загоняя людей которые будут в этой системе начинают загонять их обратно совершенно в другую сторону и вредить их развитие то есть когда когда религия становится фактором разобщения людей и политика что сейчас нас творится в сша это просто такого не было никогда чтобы вот так расколоть нацию сознательно именно как элемент политического воздействия они действуют осознанно провоцируя людей на каких-то моментах которые их цепляют когда счет поддается на провокацию он не осознан ну то есть это всегда всегда в любом случае вопрос осознанности нас все хотят подцепить реклама кока-колы напоминает и себе и показывает не бутылку а этот стиль как в жару ты пьешь желанный сладкий напиток и у тебя ну просто возникает бессознательная ассоциация сейчас весь современный маркетинг на этом построить они научились манипулировать очень хорошо конечно то есть знания достаточно для этого и технологий достаточно технологии но наша жизнь в наших руках и на этом я думаю вот и мы закончим так можно даже так назвать наша жизнь и уйти в закат закат ну вот надо закаты еще может быть некоторое время мы снимали здесь красивейшие закаты вот здесь когда бывают просто сказочные ладно уходим в закат и дайте всем помашем ручкой